Как найти источник талантов? Поехали, пойдем. Рекомендации из профессиональной и личной сети. Рекомендации сотрудников вашей компании. Сотрудникам компании чего надо говорить? Ты раньше где-то работал. Где ты работал, там были классные продуктивные сотрудники? Да. А как его зовут? Чем он там занимался? Да мы работали, там у нас был такой коммерческий директор, очень крутой. Они же могут говорить? Ага. Как его зовут? Дай мне его телефон. Кто понял? Кто хорошо? Дай мне его телефон. Алло, здравствуйте. Арман, здравствуйте. Как вы, Штила? Хорошо? Я хочу вас пригласить на чешка кофе. Хотел с вами познакомиться. А теперь, кто могут вам точно сказать, что эти люди качественно работают и круто работают? Они же раньше с ними работали же. Так? Сотрудникам надо спросить. Где ты раньше работал? Где ты там? Ты знаешь, ты же много вместе работал? Да. А знаешь кого-то, кто там классно вот это делает? Да. Дай мне его телефон. Все. И надо работать. Ребята, наша задача охотиться за хорошими сотрудниками. Команда. Это необходимая вещь. Без команды далеко не пойдем. Найм ресейтеров. То есть хорошие ресейтеров нанимаете, как рекрутера. Он начнет рекрутингом заниматься, найдет вам тот, кого вам нужен. Приглашение рекрутера со стороны. Или со стороны, когда компания возьмете, которые они делают это все. Сотрудничаете с кадровыми агентствами. Сейчас в дальний момент вот это кадровые агентства. В Москве я замучился с ними. Ёльки-пальки. Вроде бы так много сейчас кадровых агентств, которые не выполняют свои обязательства. В одном посту мне в Москве, наверное, четыре раза нанимали кадр. Четыре раза нанимали кадр. Ну, как-то не то. Ты оплачиваешь ей одну зарплату, они ищут тебе, если не подходят другого и так далее. Ну, трудно иногда порой, на самом деле. Потом я отказался от кадровых агентств. Я взял именно вот этот ресейтер, который сидит у нас в компании. Пришел, поискал несколько человек. Нанимал нормальных людей, поставил. И теперь дело пошло хорошо. Это было два года назад. Вот. Так легче работает. Систематизация процесса поиска новых талантов. Вот это процесс. Смотрите, поиск новых талантов постоянно должно быть. Не одноразово. Она должна быть что? Потоки. Потоки должны быть, что ребята, мы всегда ищем новые кадры. Мы всегда ищем лучших кадров. Если кого-то вы знаете, пожалуйста, рекомендуйте нам. И так далее. Беспреривно. Этот процесс должен постоянно продолжаться. Вот. Следующий. Отбор. Вот этот момент. Отбор. Один из самых важных вещей. Это как делать отбор. Вот это тоже пишите, пожалуйста. Отборное интервью. Калификационное интервью. Интервью с рекомендователями. Выстроили десятку. Вот это четыре пункта, которые необходимо делать в момент отбора. В момент отбора нужно делать четыре интервью. Каждый из них имеет значение. Вот. Вы пишите. Дальше продолжим. Дальше. Отбор. Теперь, ребята. Здесь, пожалуйста, пункты очень важные. Хорошо? Желательно их писать. Надо писать. И они очень нужны. Например, отборочное интервью. Это есть предварительное. Там уже более глубже, ребята. Помните, что все надо глубже проверять. Потому что это А-категория сотрудник. Это очень сильный сотрудник. Его вы должны глубже спрашивать. Отборочное интервью. Вы, соответственно, это можете делать в групповую. Вместе с вашими командами. Но очень глубоко ковыряя. Калификационные интервью. Все кандидатами по методам топгрейдинг. Топгрейдинг, знаете, что такое? Дайвинг, знаете? Дайвинг. Погружение. А теперь это называется погружение в мозги. Вы погружаете в его мозги. Вот этот апгрейдинг, это погружение в его мозги. Вы очень окунаетесь в его мозг. Чтобы четко понимать вообще его уровень, уже уровень квалификации, профессиональности, компетентности и так далее. Вы вникайте в нем, задавая тысячи разновидностей вопросов. Как вы это сделали? С кем это сделали? Ну, расскажите, с чем вы столкнулись? Почему именно выбрали такой модель? Почему выбрали такой подход? А потом что это дало? А сколько это принесло прибыл? А кто это подтвердит? Да и пошло и поехало. Если человек сам сделал, он точно расскажет, конкретно расскажет. Согласны? Я хочу вам сказать. Как вы думаете, сколько время займет А-категория сотрудникам интервью ваших? Два часа, не меньше. В итоге топ-грейдинга не будет. Топ-грейдинга не будет. Если вы там вот так, тап-тап-тап проходили. Нет. А-категория надо докопаться. Надо докопаться, надо докопаться. Глубже. Несколько своих индивидуальщиков я нанимал исполнительного директора, нанимал финансового директора, нанимал их ключевые сотрудники. Несколько из них. И задавая кучу вопросов. Это очень важно. Минимум, понимаете, 40 минут, полчаса. Вот так надо работать. Чтобы четко понимать. Фокус интервью. Фокус интервью. На его результатах ориентируйтесь и так далее. На его результатах и так далее. Интервью с рекомендателем. Смотрите. Четыре категории. Вот это четыре вещи. Сейчас давайте посмотрим каждый из них. Пойдет? Вопрос для отборочного интервью. Поехали. Сначала вот это четыре. Пишите. Четыре пункта. И теперь мы с вами пройдем по каждой из них. И на каждой из них есть куча вопросов. Значит, смотрите. Вы косвенно работая над собой. Вы влияете на свою удачу. Чем вы самим правильный человек. Чем вы работаете над собой косвенно. Чем ваше сознание и намерения правдивее. Чем барракат больше. Вот это и есть удача. Но нужно работать над собой. Человек, который не работает над собой. Человек, который, можно сказать, наоборот, разрушает свои отношения. Разрушает свои, можно сказать, внутренний мир. Он рушит и внешний мир. Вот так это происходит. Поехали. Вопросы. А теперь. Если вы много работаете над собой. Четко поймете, какой А-категория вам нужна. И так далее, и так далее. Легче становится находить того, кто тебе нужен. Самый интересный. Сами. У вас бывали случаи, что вы о ком-то думали, он вам позвонил или написал? Бывало такое? Во. А почему именно он написал, а не соседей, а не кто-то другой? Потому что вы о нем и думали. Вы понимали, вы его воображали. Вы его знаете, как выглядеть. Теперь то же самое придется, категория А-категория. Кто меня понял? Вы меня хорошо поняли? Когда у вас в голове более ясно, более ясно, его картинка А-категория ясна, понятна, странным образом, они появятся у вас. Странным. Ой, извините. Они обязательно в порядке откуда-то нибудь таких людей начинают появляться у вас. Это так. У кого из вас бывало случаи, что о чем-то вы думали, но искренне мечтали, как-то потом забыли, и вдруг кто-то предложил вам такое. Предложил такое. Послушай, есть такой объект, или есть такая машина. Не хотели бы, или есть такая сделка. А ведь надо же, е-мое, я как раз так об этом думал недавно, или с женой об этом говорили недавно. Вот, послушай, я действительно так хотел. Мы просто иногда добавляем, что вы просто задумались, и мысль ушла. И на тебе жизнь преподносит. Бывает такое? Но стоит, чтобы человек понимал, что он хочет, жизнь очень справлива по отношению к человеку. Жизнь преподносит вам, дает то, что вы мечтаете, то, что вы хотите, и сами то, что вы заслуживаете. Но если это хорошо понимаешь, вот я это понял, мне это надо, и это появится. А проблема людей в чем? Они не понимают, что сами хотят. У них в голове хаос. И это вот эта туманность, неясность. Понимаете? Эта неясность создает туман в жизни. И неясно. А потом мучаются, приживают, что-то не получается. Но не получается, потому что ты создал хаос. Нету ясности в голове. Вот источник это все, работа над собой. Вечера мне подошла, вот мы с мужем, калхар с мужем, и мне рассказывают, как приходит, говорит, к нам, пирамид китайский, нам прямо внутри магазина. С Китая приехал, понимаете? По заказу. Им говорит, я хочу, чтобы ваша компания была полностью моим поставщиком. в протяжении четыре года построить завод, все хочу у вас, чтобы вы мне поставляли. Начинают с перчатки, до сементы, до бетона, до арматуры. Я не хочу нигде идти искать. Она мне говорит, наставник, браться за них? Я говорю, конечно. Конечно, браться. Ты что? Три-четыре года он построит. Конечно. А теперь вопрос. А почему к Злорде строит, поехали к Шимкенте их искать? Он что, их дядя? Нет. Нет. Никакой не хозяин. Он просто их даже знать не знает. Потому что человек, когда работает над собой, он меняется. Кто мне начал понимать? Правой руку подними, повторим за мной. Работая над собой, обучаясь, ты обновляешься. Чем больше ты обновляешься, ты приближаешься к Богу. Чем приближаешься к Богу, ты становишься могущественнее. Беспрерывная учеба творит чудеса, ребята. Это очень сильная вещь. К сожалению, люди это не могут понять. Они не могут понять. Беспрерывная работа над собой это реально творит чудеса. Это чудо просто. Это действительно так. Тебе наступит момент, наступит момент, внимание обратите, если вы продолжаете работу над собой беспрерывно, могу уверенно гарантию дать. Наступит момент, достаточно просто вам думать. Достаточно вам просто думать, и появятся эти возможности, эти предложения. откуда-то ни возьмись, странным образом она появится. Вы понимаете, это реально так работает. Наступит момент, я повторяю, достаточно тебе просто об этом думать, и это начнет произойти в твоей жизни один за других. Ты будешь сидеть, думать, странно, но это работает. а поэтому это должно стать тебе часть, она должна, как сказать, выполнять весь твой мир. Ты должен этим жить. Это не должно быть временами, это должно стать твой мир, образ жизни. Это круто работает потом. Этот день наступит, продолжайте, продолжайте. Чем станешь больше успешнее, тем больше надо учиться. Тем больше учишься, тем больше открываешь тот талант, который Богом дано. это крутой вещь.